Самый популярный комментарий прошлого выпуска Четкий нос, загнутый как хоккейная клюшка Дерзко, но это обо мне Меня зовут Павел Сахаревский И я считаю, что носы просто так не гнутся У меня тоже есть бойцовское прошлое Но в этом выпуске речь пойдет не о нем Мы отправимся на пресс-конференцию Александра Усика Которая пройдет в зале Артура Кишенко А также покажем кадры с тренировок О которых вы так просили в комментариях И конечно же разыграем фирменные призы для наших подписчиков Здрасте Здрасте Большой ключ Паша, тогда ты включаешь себя Может в принципе находитесь Маркер, а у меня смотрим маркерочек Всем добрый день Вас приветствует команда Александра Усика Сегодня у нас пройдет автограф-сессия А также вопросы-ответы Все те, у кого будут вопросы Попрошу задавать их последовательно Поднимать руку, представляться Задавать вопросы Александр будет отвечать Сохранять уважение друг к другу Не перебивать Дослушивать до конца У кого вопросов нету Кто пришел просто поддержать движуху Тогда подойти, сфотографироваться Подписать памятный автограф от чемпиона И так сказать Будь здоров Всем здравствуйте В первую очередь спасибо Артуру За то, что предоставил нам зал То, что помогает нам Это очень хорошо Все вопросы, которые вы хотите задать Задавайте Я с удовольствием на них отвечу Когда начинается спарринг? Скажу как есть На данный момент Еще не объявлена дата поединка Да И у нас Как бы работаем пока Скоростно-силовая работа Наверное идет Спарринги обычно начинаются Где-то за За 5 недель До поединка До старта Сейчас на данный момент Мы не знаем Даты То, что пишут в интернете Там То, что это 11 мая В Саудовской Аравии На данный момент Мы не можем утверждать На 100% Что это так То есть у них есть предположение То есть я имею ввиду У Камоса У организации Которая проводит этот турнир У них есть Вот они Предварительно сказали Но официально Никто Ничего не объявлен Всем привет Добрых вечеров Идем на тренировку Хорошем настроении Как всегда Пятница В зал Кишику Пятница Подвигаемся немножко Занимаясь спортом И ведя Ну там Правильный образ жизни Это лучше Чем Смотреть На соседа У которого есть Автомобиль Или чуть-чуть больше Чем у тебя Говорить что Ах Украл Наверное Да не украл Он просто Он раньше встает Чем ты И у него Желание Достичь Чего-то Больше То есть Если вы будете Упорно Трудиться Но у вас Ничего не будет Получаться Ну не может Всю жизнь Не получаться Есть белые полосы Есть черные полосы В жизни Когда вы идете Вам трудно 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 И потом Естественно У вас Будет какой-то Предел То есть Для того Чтобы там Достать Золото Или какие-то Алмазы Бриллианты Это же надо Потрудиться Так же и мы Люди Мы должны Трудиться 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 Долго Чтобы достичь То что у меня В спорте Получается Ну слава богу Я особо Ну боженька дает Я его благодарю За это Зал мы пришли Короче Теперь начинаем Разминаться Тут очень много Людей Которые Качают Баночку Ну как бы Типа А нам баночка Большая Не нужна Нам стила нужна Это да Так я Наверное пошел Чуть-чуть прокачусь Давай Скорость Где скорость Развороты в минуту Написано Скорость 103 км в час Ты бы еще сказал Что у тебя мощность 140 Это бы важно Я если бы так вот Валил по трассе Это скорость бы была 106-105 Вот сейчас Да Я нарушаю правила Дорожного движения На такое видео Наткнулся Какая-то сцена Из фильма Андриана Челентано Когда Один дядька ходит И раскидывает Зерно отравленное Андриана ему говорит О молодец Типа Кормишь птиц Он говорит Нет Не кормлю Травлю их Потому что Они у меня тут Все зерно Выклевали Такие плохие Негодяи Он говорит Зачем же ты это делаешь Подходит И говорит Так Кто у вас главный Он что-то там С ветки Он говорит Значит слушай сюда Там где-то за два поля Там туда-то Туда-то Заброшенное поле Там куча зерна Вам там хватит есть Летите туда Они полетели Он говорит Ты че С ними договориться можно Это же не люди Заброшенное полетели Заброшенное полетели Мне кажется У каждого спортсмена За его карьеру Там Спортивную Несмотря Сколько лет Он там В спорте Однозначно Есть какие-то Тупики В которые Он заходит И думает Что Оттуда Нет выхода На самом деле Есть Просто нужно Так как-то Глубоко В это окунуться И опять же Что мне помогало Мне помогало Помогали Люди Которые были Возле меня Те которые Говорили мне Правильные слова И вера Знаете Когда у меня Есть какой-то вопрос Не к кому-то А вот Ну К жизни Я Иду В церковь И просто Становлюсь Там Вот Возле Алтаря Где-то Ну Да И просто Вот Стою Там Беру С собой Книгу Там Или Молитвослов И просто Читаю И часто Я просто Натыкаюсь В этой В этом Молитвослове На Ответ Который Я задаю То есть Знаете Как Боженька Так Меня Приводит К тому Естественно У меня Были Такие Моменты Когда Я просто Сказал Что Ну Все Хватит Потому Что Ну Или Или Не вижу Дальше Смысла Или Ну Не хочу Буду Чем-то Заниматься Другим Но Слава Богу В этот Момент Были Те Люди Которые Правильные Слова Говорили Я Там Подумал И Действительно Да Наверное Не стоит Останавливаться Потому Что Это Будет Очередной Парень Который К чему-то Шел И И Просто Не дошел Потому Что Вот Он Я Нет У меня Сил Не хочу Идти Или Не могу Идти Нет Такого Слова Не могу Надо Есть Такое Слово Мы Идем На прогулку Так Как я И говорил Мы Идем За кроссовками Я Если честно Вам Хочу Сказать Вот Такую Вещь У меня Было Ну Пар 60 Кроссовок Вот Сюда Стану Чтобы лучше Видно Было Здесь Свет Пар 60 Кроссовок Нет Но Если Взять В общем Все Пары Обуви Которые Мне Были Это И Дуфли И Кроссовки То Было Пар 60 Я Не Знал Где И Хранить Я Отдал Это Все Нуждающимся Ну Как Не Все Оставил Конечно Чуть Чуть Тебя Самый Теплый День Вообще Из тех Который Был Пока 20 Град Уже 20 Уже Ладят Не Сера Тебе не пойдут Эти Туфли А Че Подкинь Я Тебе Объясню Почему Объясни Ты же Не купил Кроссовки Найк Как у Меня Есть Крутые Удобные Все Такие Туфли Да А что Плохие Синий Или черный Не Я черные Беру Но Они Офигенные Померяй Каждый Мужчина Должен Уметь Драться Это Вот Я Да Хоть Я Не знаю Хоть Убей Именно Но И вот Мое Мнение Такое Должно Быть Отжиматься Подтягиваться Бегать Мужик Это Мужчина Мужичара Манера Лицо Мужчины Естественно Он должен Быть Воспитанным Культурным Знать Языки Начитанным Но Естественно Это Ну Как Я не знаю Ну Пускай Хотя бы Отжимается Не знаю Какую-то Двоечку Научить Ну И танцевать Тоже Пускай Он танцует Если он Ходит На танцы То пускай Ходит На борьбу На бокс На карате Не важно На куда А то Его же там Ударят Ничего страшного Ну Ударят Один Два Три А потом Он ударит Девочка Естественно Это Прекрасное Создание Танцы Красивые Какие-то Движения Ну Никак Не бокс Не борьба Там Хотите Заниматься Боксом Занимайтесь Боксом Как Фитнесом Это Пацаны С Украины Решили Открыть Крышу Ты можешь Подъехать Так что Откры Полюб Вы чего Стоит 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 Всем известно Что вы хотели В детстве Стать футболистом Это правда? Да я и сейчас Хочу Вы видели видео Я же забиваю Вы знаете Я не стал продолжать Дальше заниматься Футболом Потому что Требовались Финансы На это У меня Обычная Рабочая семья Отец Работал На заводе Царство Небесное Его уже Нету Очень Ему Спасибо За то Что Был Строг Со мной И Говорил Саня Иди на бокс У тебя Все получится Я говорю Пап Ты что Прикалывайся У меня Офигенная Прическа Я же Футбол Играю Он Говорит Все Ставь Кресты На этом И Иди На бокс Я Думаю Какой Может Бокс Но Так И получилось Маме Запрещаю Это делать Потому что Она Сильно Переживает Будешь Переживать Она Мне Сейчас Говорит Не Буду Она Шутит Я вам Серьезно Не могу Подробно Сказать Но Мама У меня Еще Та Шутница Говорит Не Буду Я Знаю Что Будет Уже Неделя До Боя Она Уже Переживает Я Знаю Это Сейчас Будем Действовать Следующим Образом Спасибо Всем На Вопрос Они Были Интересные Спасибо Всем Кто Пришел В Этот Пасмурный День Сейчас У Есть Возможность Сфотографироваться С Александром И Получить Памятный Автограф Я попрошу Пропустить Сначала Детей И Женщин Вперед Как Сказать Принято И Спокойно Без толпы Без Суеты Без Паники Сейчас Каждый Сфотографируется Каждый Получит Автограф И Все Будет Хорошо Друзья Первые Перчатки Такие Мне Одет Продарил Так что Я Пришел На Бокс С Такими Перчатками Я Спасибо Спасибо Подарок Четенький друзья пришло время подвести итоги нашего конкурса где мы разыграем майку от александра усика с его автографом нужно было придумать лучший лозунг для нашего канала спасибо большое ваших комментариев было очень много и мы выбрали тот который нам больше всего понравился значит пользователь под никнеймом steel ftv написал следующий лозунг каждый поединок это новый день и пусть новый рассвет принесет вам большой куш вы выиграете эту майку выйдите на связь с нами любым доступным для вас способом и мы отправим ее в любую точку мира продолжайте смотреть большой куш подписывайтесь на канал если вы еще не сделали этого и путешествуйте с нами на самые громкие спортивные мероприятия по всему миру большой куш дальше больше а